Одна мудрая притча о трудностях. Порою жизнь, чтобы испытать человека, посылает ему одно испытание за другим, не давая возможности отдышаться. В связи с этим мне вспомнилась одна мудрая притча. Жил-был фермер, у него был осел, который исправно служил ему всю свою ослиную жизнь. Однажды осел по неосторожности провалился в колодец и страшно закричал, зовя на помощь. Когда фермер прибежал и увидел в чем дело, он, конечно, очень огорчился, ведь осел был у него один. Стал фермер думать, что же ему делать. Думал, думал и рассудил так. Осел мой уже старый, свое он почти отслужил. Да и колодец этот почти высохший. Я давно собирался его закопать. Осла мне все равно не вытащить никак, так что закопаю его в колодце. Да и когда он умрет, запаха разложения слышно не будет. А себе со временем куплю молодого ослика, выносливого. Взял фермер лопату и стал закапывать колодец. Осел, поняв в чем дело, принялся истошно орать на своем ослином языке. И вдруг он умолк. Бросив в колодец еще несколько лопат земли, фермер решил все же посмотреть, почему осел молчит. Как же он был поражен тем, что увидел. Каждый кон земли, который падал ему на спину, ослик стряхивал и подминал под себя ногами. Таким образом он поднимался все выше и выше. Скоро под осликом оказалось так много земли, что он смог выпрыгнуть из колодца. В жизни каждого из нас бывает немало трудностей. Иногда они следуют одна за одной. Но не стоит их воспринимать как попытку жизни закопать вас. Трудности – это ступени. Трудности – это опыт. А когда мы приобретаем опыт, то становимся на ступеньку выше в своем развитии. Как бы ни было вам трудно, какие бы испытания не посылала вам жизнь, никогда не сдавайтесь. Последуйте примеру ослика, встряхнитесь и поднимайтесь. Если не останавливаться, то можно выбраться даже из самого глубокого колодца.